Вуаля! Ты попал на самое главное шоу планеты Земля, и я её ведущий, вечно пребывающий во вневременном измерении настоящего. Просто, Лёха. Короче, сейчас мы с тобой сделаем крем, крем для ебалайфа. Ну, короче, для ебала, для лица, для ебала. Что нам понадобится? Ты... Не, я же говорил, что сделаем. Конечно, что-то сказал масло. Но ты заметил, я уже реже путаю слова. Почти не путаю, очень редко. Значит, нам понадобится, смотри с тобой, что. 50 грамм масла. Масло какао. Вот. Масло какао можно купить в интернете, можно... В аптеке. А, не знаю, в аптеке придут. Не важно, короче. Где-то его можно достать. Можно сделать самому, можно вырастить какао-дерево. Маленькое. Бонсай. Собрать с него маленькие плоды и надавить масло. Короче, не важно. Проще всего, наверное, всё-таки купить. А ну, а там посмотрим. Может вырастить, может. То есть, берём 50 грамм. Расплавляем. Видишь? Чтоб оно жиденькое такое стало. Масло какао. Оно застывает. Застывает, по-моему, при температуре какой-то 40 с хвостиком. 41-43. Так. Теперь. Понимаешь? В принципе, рецепт весьма-таки прост. Что мы сейчас сюда возьмём ещё? Можешь добавить каких-то эфирных маселок. Но я не знаю, каких добавить. Поэтому лучше, чтобы не перестараться, лучше ничего добавлять будем. Так. Нам понадобится столовая ложечка. И... Оле! С плодов облепихи. Слушай, я, короче, видео смотрел. Можно будет масло самому с облепихи сделать. Вопрос. Вот в этой местности я не помню, здесь есть ли облепиха. По-моему, есть. Если есть, короче, сделаем масло. Но потом. Когда оно будет. А пока пришлось купить. В аптечке можно купить масло. Итак. Бля, сейчас да выпендриваешься, Лёха. Берём столовую ложечку. И наливаем. Так, 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 так. Лёха, ну что ж ты за такой... Шут гороха, ой. Так, можно ещё ещё добавить. Какое-то масло неестественного цвета. Так, теперь берём... Это... Альфа-покаферол. Это... Витамин Е. Походу, растворён в этом, наверное, в масле. В подсолнечном масле. По-моему. Ну, короче, в любом случае в растительном. Чтобы с той ложки нам не накапало на пол. Берём... Какая-то ложка. Как ты думаешь. Это не чайная, но и не столовая. Десертная может быть. Не важно. Короче, на глаз. Всё делаем на глаз. Лёха. Лёха такой химик, биохимик. Только никогда не повторяй то, что он делает. Лёха. Ла. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, полную не надо, наверное. Это же витамин Е. Это же для кожи лица. Чтобы было полезно. Чтобы быть вечно молодым. Вечно привлекательным. Так, понял? Теперь вот это всё смешиваем. Приговариваем. Ари-Кришна, Ари-Кришна. Знаешь, что-то такое. Или... Умна-рай-я-на. Всем мантры дадут. Всё. Я уже даже знаю, кому я одну баночку загоню. Вот именно. Красава. Бизнесмен, блядь. Что это у нас тут? Залопухи плавают. Хочешь? Если хочешь. Можешь сюда добавить, видите, каких-нибудь кефирных маселок. Но, в принципе, масло какао, оно и так пахнет само по себе очень замечательно. Поэтому я не думал, что имеет в этом какой-то смысл. Теперь берём. Что мы берём? Смотри, я тут... Я эти баночки в Мариуполе нашёл. У одного человека в квартире. Я говорю, тебе надо эти баночки? Говорю, мне понадобятся. Я заберу. Короче, берём баночки. Вообще, конечно, можно баночки купить. Продаются. Вот, понимаешь, если хочешь замутить какой-нибудь бизнес, можно купить специальные баночки для крема, делать крем, какие-то наклеечки продавать. Ну, нам нахуй нам надо. Короче, всё, заливаем, переливаем и ставим остыть. А потом я тебе покажу. Итак, доброе утро. Следующего дня наш крем застыл. С другой стороны, в принципе, это просто масло. Это совокупность масел. Масло какао, масло облепихи и какое-то ещё масло с добавлением витамин Е. Но мы называем крем, потому что крем это... Что? Это... В данной ситуации это косметическое средство. Правильно? Правильно. Значит так, оно у нас высохло. Это приобрело такую довольно-таки твёрдую форму, консистенцию. Вот. Я вот теперь даже не знаю, как... Ну, довольно-таки твёрдую. Не особо это даже как-то и удобно получается. Поэтому я не знаю. Это автор того ролика, у которого я спёр этот рецепт. Я ему сейчас напишу этот, поставлю дизлайк. И напишу негативный комментарий. Скажу, что людей вылете в заблуждение. Не, может у меня масло такое. Не, ну в принципе, знаешь, если долго потереть пальцем, а потом втирать себе в лоб, то... Или в нос, или там куда-то под веко. Где там? Вот тут. Гусиные лапки. Это то вполне возможно. Очень возможно. Это нормально будет. Как раз эконом. Понимаешь, когда оно сильно жирное, начинаешь, потом всё, вся харя же блестит. А так будешь по полчаса туда-сюда... Слушай, это хорошее вообще занятие. Как медитация. Значит так. Всё? Всё? Или не соль? А, слушай, я тебе подожду секунду. Нет, я понимаю, что ты, конечно, знаешь, но вдруг ты всё-таки не знаешь. Как какао-масло, оно выглядит вот так вот, оно в твёрдом виде. Ну, мало ли, вдруг ты никогда не видел, на всякий случай. Я понимаю, что ты всё знаешь, ну так, вот. И для того, чтобы всё это дело смешать, надо поставить... Я же просто этого не сказал, не сказал. Надо поставить кастрюльку на сковородку, на печку. Или на костёр можно. Это налить в неё воды. Э, можно по-другому, можно, в принципе, в микроволновке, если она есть у тебя. Ну, я не знаю, может быть и не надо. Ну, к примеру, это... Не надо, там много электроэнергии жрёт, и там меняется это, как это портится структура. Она становится, короче, не такой, как надо. Она уже потом не будет впитываться. А если будет впитываться, она будет разрушать твою кожу. Всё, короче, да, определились. Ставим, значит, кастрюльку, наливаем воду, кипятим сверху чашечку. И таким образом расплавляем необходимое количество. Я в данной ситуации взял 50 грамм. Взял 1 столовую ложку масла облепихи. Но мне кажется, что маловато, наверное, добавил масла облепихи. Можно добавить ещё какую-нибудь столовую ложечку какого-нибудь другого масла. Потому что иначе у тебя может получиться оно вот такое твёрдое. Я не знаю, как ты будешь этот, а так вот разве же себя намазывать этот крем. Всё, друг, приятного пользования, вечной молодости, тебе счастья, успехов и процветания. Пока.